Наступило долгожданное лето. Каковинка предлагает маленьким читателям и их родителям послушать сказку Джулии Роулинса «Лисёнок Лютер и летнее представление». Стоял летний солнечный день, и лес клонила в сон от жары. Лёжа в теньке под деревом, лисёнок Лютер наблюдал за лучиками, скачущими по листьям, и прислушивался к мелодии лета. На деревьях щебетали птицы, в пруду квакали лягушки, в траве стрекотали кузнечики, а ещё кто-то обиженно шмыгал носом. Лютер огляделся, и в зарослях папоротника увидел малютку-зайчишку. «Что случилось?» спросил Лютер. «От меня никакого толку!» Снова шмыгнув носом, сказала зайчишка. «Птицы умеют петь, лягушки квакать, кузнечики стрекотать, а я ничего не умею». «Но ты можешь научиться!» предложил Лютер. «Давай спросим у птиц». На ветвях высокого дерева нежесть на солнце чирикали птицы. Лютер попросил их научить зайчишку петь. «Открой клюв и выводи трель», прощебетали птицы. «Но у меня нет клюва!» сказала зайчишка. «Попробуй просто открыть рот», посоветовал Лютер. Но у зайчишки не получилось запеть. «У лягушек нет клювов, но они поют», заметил Лютер. «Наверняка они тебе помогут». На лесной опушке в пруду громко квакали лягушата. Лютер сел на траву у берега и попросил лягушат научить зайчишку квакать. «Надо надуть горло», объяснили лягушата. Но у зайчишки не получилось за ними повторить. «Попробуй тогда надуть щеки», предложил Лютер. Но звук выходил тихий. «У кузнечиков нет клювов и горло они не надувают», сказал Лютер. «Не вешай нос». Из тенистого леса Лютер и зайчишка побежали на залитый солнцем луг, где в траве стрекотали кузнечики. «Надо потереть крылышки друг от друга», посоветовали кузнечики. «Но у меня нет крыльев», сказала зайчишка. «Попробуй тогда потереть лапки», предложил Лютер. Но ничего не получилось. «Всё в бестолку», вздохнула зайчишка. «Мне не хватает таланта, чтобы петь». Лютер и зайчишка прилегли отдохнуть в прохладном теньке под деревом. «Прости, что не удалось помочь», сказал Лютер. Они тихо лежали рядышком и смотрели, как лучики солнца пробиваются сквозь кроны дерева. И листья на ветках то темнеют, то светлеют. И вот Лютер и зайчишка закрыли глаза и крепко заснули. А пока они спали, солнце медленно плыло по синему небу. Тени от деревьев перемещались по земле вслед за солнцем. И в конце концов солнечный луч посветил прямо на спящих зверят. И когда Лютер проснулся, ему показалось, будто он стоит на сцене в свете софитов. «Придумал!» закричал Лисёнок. «Зайчишка, просыпайся скорее! Мы устроим представление!» «Но что я буду там показывать?» потирая лапками глаза, спросила зайчишка. «Прыжки!» объявил Лютер. «Ты лучшая прыгунья во всём лесу!» Весть о представлении быстро разлетелась, и лес наполнился гомоном и суетой. Бельчонок отправился собирать сладкую землянику. Полевые мышки плели на лугу венки из ромашек. Ёжик нанизывал бархатные цветочные лепестки на иголки. А Лютер нарвал красивых бутонов, чтобы украсить сцену. К вечеру лесные жители стали собираться на опушке и с предвкушением ждать начало представления. Когда, наконец, воцарилась тишина, послышалось пение соловьёв. Затем затрепетали крылышками мотыльки, а следом вступили кузнечики. Светлячки кружили нас сценой, окутывая её тёплым светом. И вдруг из-за кулис, сияя от гордости, выскочила зайчишка. Она подскакивала, кувыркалась, крутилась волчком и делала сальто. Чем громче зрители хлопали артистке, тем выше подпрыгивала зайчишка. И после блистательного прыжка она помахала лапкой друзьям, приглашая их присоединиться к выступлению. И вот в лучах заходящего солнца на сцену вышли новые артисты. Бельчонок виртуозно жонглировал ягодами земляники. Зайчишка и мышата по очереди прыгали через ромашковую скакалочку. Лягушата квакали хором, а ёжик кувырем катался по сцене. Когда артисты откланялись, все захлопали и стали звать на сцену Лютера. О, нет, я был так занят, что сам ничего не подготовил к представлению. Но это не так. Ты подготовил само представление в этот волшебный летний вечер. Кузнечики снова застрекотали, зверята пустились в пляс, а на темнеющем небе ярко засияли первые звезды. Друзья, а сейчас вместе с лисенком выполним несколько заданий и проверим вашу внимательность. Найди в каждом ряду самый большой предмет. правильный ответ. Посмотри на буквы и найди те, которые есть в слове шляпа. правильный ответ. Найди всех бабочек с голубыми крыльями. Правильный ответ. Ребята, если вам понравилась эта книжка, тогда непременно приходите в каковинку и прочитайте другие истории о дружелюбном лисенке Лютере и его друзьях. ? Редактор субтитров